Аль-Арабы, Великобритания, русские бегут на Кипр, Рами Аль-Кальюби. Аль-Арабы Аль-Ядеят, Великобритания. 30 ноября 2019 года. Десятки тысяч россиян из самых разных профессиональных и социальных кругов выбирают остров Кипр не только для туризма, но и для жизни работы. Лима Сола является домом крупнейшей русской общины на Кипре, численность которой, согласно данным российского сайта путешествия на Кипр, составляет более 20 тысяч человек. В 2015 году 28-летняя Александра переехала на остров для работы фотографом и узнала, как хорошо жить в тепле у Средиземного моря вдали от российских холодов. Однако это не мешает ей тосковать по родной стране. Мне очень нравится Кипр. Самые главные преимущества жизни здесь, это теплый климат, размеренный образ жизни, природное разнообразие и использование английского языка в повседневной жизни. Я люблю эту маленькую страну, но не рассчитываю, что она заменит мне Москву или любой другой крупный российский город, рассказала Александра Аль-Арабы Аль-Ядеят. Девушка ностальгирует по родине и признается, мне не хватает больших парков, катания на лыжах и даже многочасовых пробок. Мне также не хватает современных видов транспорта, таких как метро, автобусы и такси по доступным ценам, ведь здесь я постоянно езжу на личном автомобиле. Я скучаю по спорту, различным мероприятиям и театрам. Как и десятки тысяч других россиян из самых разных профессиональных и социальных кругов, девушка выбрала остров Кипр для жизни работы. Лимасол – место проживания крупнейшей русской общины на Кипре, как было сказано выше. Согласно данным сайта путешествий по Кипру, большинство женщин из России, Украины и других стран СНГ работают в сфере услуг. Это туризм, приготовление пищи и уход за пожилыми людьми и детьми. Есть и те, кто выходит замуж за граждан Кипра. Некоторые богатые россияне смогли получить кипрское гражданство в обмен на инвестиции в местные проекты. Это позволяет им свободно перемещаться и проживать во всех странах ЕС, к которым Кипр присоединился в период его очередного расширения в мае 2004 года. Возможно, самая известная гражданка Кипра из России – это легенда поп-музыки Алла Пугачева, которая вместе с семьей получила кипрское гражданство в 2018 году после покупки роскошной квартиры в Лимасоле стоимостью более 2 миллионов евро. С 2011 года на Кипре реализуется программа получения гражданства для тех, кто инвестирует более 2 миллионов евро в недвижимость страны для себя или детей. Однако кипрские власти недавно решили изъять золотые заграничные паспорта у 26 иностранцев, включая 9 российских инвесторов и их родственников на том основании, что в процессе получения гражданства были зафиксированы нарушения. Также можно отметить, что россияне покупают недвижимость на Кипре не только ради получения гражданства, им просто нужна недвижимость для отдыха за границей. Количество клиентов, покупающих недвижимость не для получения загранипаспорта, растет. Раньше среди россиян таких покупателей было очень мало. Сейчас их доля заметно выросла. Эти люди не нуждаются в европейском паспорте, им просто нужен дом за границей. Некоторые из них уже имеют европейское гражданство, поэтому они выбирают для себя Кипр в качестве места для отдыха, – рассказывает Андреас Ираклиоз, эксперт по продаже недвижимости в российской компании «Спарча». Однако жизнь иностранных инвесторов на Кипре не лишена возникающих время от времени проблем. Дело в том, что страна больше не является безопасным убежищем, как это было раньше. Например, в 2013 году, когда общая стоимость российских депозитов в кипрских банках выросла до примерно 20 миллиардов долларов, Кипр ввел налог на банковские депозиты в соответствии с требованиями международных кредиторов, а также в обмен на финансовую поддержку ЕС. С ожесточением банковского законодательства на Кипре российские компании теряют к нему интерес как к платформе для инвестиций в российские проекты. Одним из признаков этой тенденции является растущий уровень перевода инвестиций из России обратно на Кипр. Это капитал российских компаний, зарегистрированных на Кипре, чье бегство в прошлом году достигло самого высокого уровня за последние 12 лет. По данным российского Центробанка, объем капитала российских компаний, выведенного с Кипра, составил около 14 миллиардов долларов в 2018 году. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.